Прошлогодний выпускник из Чуменской школы поехал на СВО. Мама такое решение поддержала. После выпуска парень сразу отправился служить по контракту. Мама такое решение только поддержала. Я говорю, ты не мужик, если ты не пойдешь в армию. Я говорю, мне в доме нужен мужик, а мужик-то у меня один. И вот зачем-то я вдолбила ему это, и я считаю, что я правильно сделала. А что так? Стиральной машинки дома не хватает, да? Юно-армейцы подарили герою вот такой медальон. По задумке он должен оберегать бойца. Кстати, по словам Никиты, иногда даже письма с родины могут спасти солдату жизнь. Настолько много макулатуры было у человека, что останавливали осколочные попадания. В СУ в контрнаступление переходит, а мы письма солдату так на руки, на грудь прицепим, и осколки нам не страшны. Маленькие осколочные попадания. Макулатура – это письма? Да, да. Письма школьников называют макулатурой, а не его за глаза пушечным мясом. А все вместе это патриотизм. Вам 20 лет. Насколько вы себя чувствуете? В психологическом плане, наверное, лет на 40. Россия – это единственная страна в мире, в которой 20-летний может чувствовать себя на 40. То самое аналогов нет. Сейчас для меня ценности – это, извините, прямо скажу, это сухие ноги и полный желудок. Кому вообще нужны эти работы, эти зарплаты, эти путешествия, будущее твоих детей? Сухие ноги и полный желудок. Вот и все ценности моей жизни. Через месяц Никита планирует снова вернуться на передовую к своим боевым товарищам. Собой он повезет письма юноармейцев с трогательными детскими посланиями. Понятное дело, что привезет. Впереди же контрнаступление. Надо побольше макулатуры.